Добрый вечер! Добрый вечер с постом всех великим! Да, в невеликую поста мы множество раз повторяем молитву Божьей очистимя грешного, ну и в том числе при чтении молитвы преподобного Ефрема Сирина мы читаем 12 раз ее с поясными поклонами. Зачем вот мы ее читаем и столько раз? Ну мы в предыдущей передаче говорили о смысле поста, о целях поста, и, конечно же, этот смысл и цель достигаются определенными действиями каждого человека, который вошел в пост с целью достичь того или иного духовного состояния. И эта фраза «Боже, очисти меня грешного», она состоит из нескольких таких слов, которые сначала обращение к Господу идет, Боже, да, душа человеческая обращается к Богу, значит, она помнит о нем, значит, она к нему взывает, о помощи. Если бы не требовалось бы помощи человеку, то человек бы и не обращался к Богу. Тем более по такому сложнейшему вопросу, как очищение души. Ну, как очистить там одежду или там тело, человек знает. А вот как очистить душу, никто не знает. Это невозможно человеку. Человек так устроен, что он свою душу сам очистить не может. У него нет таких возможностей. И для этого как раз и нужен Господь, который нас сотворил. Ну, для более такого понимания правильного могу аналогию привести. Вот есть творение человеческое, допустим, какой-то компьютер. Может ли он сам себя очистить? Нет, конечно. Только творец этого компьютера, человек, он может создать программу по очистке компьютера. Вот нас Господь сотворил. И мы сами себя очистить не можем. Мы не самодостаточны. А вот Господь нас может очистить. Поэтому, памятуя о Боге, зная, что Он в каждую секунду пребывает в нашей жизни, и в нашей душе, и в наших деяниях, делах, поступках, и желаниях, и чувствах, мы всегда взываем к Нему, чтобы Он очистил все наши внутренние и внешние качества от нечистоты. Не телесной. Телесную чистоту мы сами можем очистить. А вот чистоту духовную, вот мы это как раз только в силах Божьих очистить. Причем до воскрешения Христа, до Его распятия и воскрешения, никто не был очищен. Все шли в ад, потому что не было еще той жертвы, которую Господь принес на кресте, своей крови, своей жизнью, искупив все наши нечистоты, которые мы называем грехами. Поэтому кому как к Нему, источнику жизни, нам взывать о помощи и очищении. Да, здесь несколько, да, как Вы правильно сказали, то есть Боже, и мы вызываем Господу, очисти меня, это мы просим, и грешного здесь мы вот показываем свое покаяние, да? Действительно, в этих всех отдельных словах свой глубокий смысл, очисти меня, это просьба человека, немогущего сам себя очистить, грешного, это утверждение, что я действительно согрешил. И это яркое такое понимание человека должно быть, что он грешит ежесекундно, не каждый день, а ежесекундно мы согрешаем. И эти грехи, они не обязательно должны быть видимыми, они невидимые грехи. То есть я где-то превознесся, просто мысль привлекнула, что а вот тот человек что-то как-то глупенький, а вот этот человек меня раздражает, а вот этот человек вообще, так сказать, нехороший. Уже осудил, уже превознесся, уже оскорбил человека в уме, и это уже грехи. Внутренний, который мы даже не замечаем, они как вот такая новостная лента идёт, постоянный поток согрешений мысленных, чувственных в нашей душе. И это всё нам пришло из поколения в поколение, накапливаясь, начиная от Адама и Ева. Как только они согрешили, в наше естество, в нашу жизнь вошёл грех, и потом уже из поколения в поколение через наследственность, а наследственность не только генетическая, но и духовная наследственность есть, через эту наследственность она передаётся, передаётся, и мало того, она ещё и накапливается. Потому что есть такой духовный закон грехи родителей на детях до седьмого колена. То есть всё, что родители накопили на своей душе греховное, если они его не очистили, это всё передаётся по наследству детям, внукам, правнукам, проправнукам и так далее до седьмого колена. Почему молитву повторяем множество раз? Ну, в частности, вот 12 раз при молитве, при чтении молитвы преподобного Ефрема Сирина. И это один раз только, да, 12 раз мы единожды, да, читаем. А таких разов в течение службы больше десятка раз, когда мы по 12 раз читаем эту молитву. Потому что мы, повторюсь, беспрестанно согрешаем. Даже во время службы, стоя на службе, мы рассеиваемся, отвлекаемся, может быть, даже раздражаемся на кого-то. Человек пошёл на исповедь впереди меня, или что-то прошли, как-то там толкнули, или вообще кто-то там гремит, шумит, или ребёнок там. Мы даже в храме, стоя пред алтарём, пред святая святых, пред Господом, мы всё равно согрешаем. И, конечно же, беспрестанно, поэтому надо повторять. Согрешил, покаялся, согрешил, покаялся, согрешил, покаялся. И так вот в течение всей жизни это надо делать. Иначе, ну, вот как мы часто моем руки, например, особенно сейчас, в период этой пандемии, так мы с собой там какие-то для санации носим какие-то бутылочки, что-то брызгаем, поливаем, постоянно протираем. А зачем так часто мыть? А чтобы грязи не было, да? Чтобы не было вот этой заразы. Вот та же самая зараза внутри нас. Чтобы мы не заражались ею, мы постоянно пытаемся омывать благодатью Божией по молитве свою душу. Это естественное желание всякого человека, понимающего истинно, понимающего своё состояние. Греховное, болезненное, заражённое. Да, для этого есть и Иисусова молитва, да? Конечно же, молитв много. Есть и молитва «Боже очистите меня грешного», есть молитва «Матаря Божьей милости, буди мне грешного», есть молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», есть 50-й псалом, ещё более длинная молитва, есть молитва «Отче наш, и остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим, заканчивающийся словами, тоже с просьбой о прощении грехов». И так далее. Этих молитв очень много, но вот короткие, да? «Боже милости, буди мне грешным», «Боже очисти мне грешным». То есть их можно всё время в уме держать? Да, они настолько удобны, что их можно в течение всего дня повторять, 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 и они не отвлекают, а наоборот сосредотачивают наше внимание на внутреннем делании, и таким образом помогают нам не грешить. Нам дают память смертную, нам дают память о том, что мы так или иначе предстанем пред Богом, и мы дадим ответ за все свои дела, слова, чувства, желания, помышления и прочее. Всё, что в нашей душе находится, и всё, что мы совершаем по движению нашей души, за всё придётся отвечать. Некоторые люди считают, что Господа... Ну, зачем беспокоить по пустякам? Есть ли для Господа мелочи, и в каких случаях мы должны прибегать к помощи Бога? Ну, на самом деле, действительно, так некоторые думают и считают, что это очень духовное такое размышление. Зачем Бога отвлекать? Хотя это уже само такой взгляд на Бога, он далёк от истины. Понимаете, мы дышим Богом. Если бы Господь от нас сейчас отвлёкся и не был бы с нами, мы бы даже вдохнуть не смогли бы. У нас бы даже сердце не смогло бы шевельнуться, потому что всё, что у нас есть живого, всё живёт благодатью Божией. Это все наши телесные моменты. Всё живущее оживотворяется Богом. Это все наши духовные моменты. Всё живущее духовно оживотворяется Богом. Поэтому сказать, что Бога в какой-то момент нет со мной, поэтому я его привлекаю к себе, я его отвлеку от кого-то ещё, ну, это совершенно неразумный подход. Господь, Он везде и всюду одновременно, во всех нас. Некоторые спрашивают, а как это так возможно вообще? Ну, вот представьте, вы летом вышли на луг после такого влажного с туманом утра, и видите росу. И в каждой росинке отражается солнышко, в каждой, хотя их там миллиарды этих росинок. Вот точно так же в каждой душе отражается Господь. У каждого человека есть частичка образа Божия в душе, и, что самое важное, Его Дух, животворящий всякую плоть, в том числе и нас. Поэтому отвлечь Его невозможно, Он всё равно с нами. А вот то, что мы должны не отвлекаться от Господа, вот это более правильный подход. Господь-то от нас не отвлекается никогда, Он всегда с нами присутствует и всегда о нас беспокоится и помогает нам. А вот если мы от Него отвлекаемся, это уже грех. То есть молиться в первую очередь нужно нам? Конечно же, конечно же. Мы обязаны непрестанно молиться, это апостол Павел сказал. Непрестанно молитесь, о всём благодарите, всему радуйтесь. То есть это православный, истинный, духовный взгляд на наше жительство в этом мире. Поэтому если мы хотим, чтобы мы помнили о Боге хотя бы ежеминутно, надо молитву себе привить так, чтобы она уже, ну как сказать, ну никак от зубов отлетала, была привычной нам. И без этой привычной молитвы нам было бы как-то некомфортно себя чувствовать. Вот чем, собственно, занимаются монаши стоящие. Они вырабатывают в себе привычку непрестанной молитвы в течение всей жизни. И даже могут достичь такого состояния, когда молитва течёт в них, даже когда они спят. Молитва продолжает движение в душе. Вот удивительно, но это так. Вот к этому и надо стремиться. Я, конечно же, не требую, чтобы все такую молитву имели, но хотя бы в течение своей жизни, в течение дня, в течение часа или нескольких минут вспоминать о Боге надо. Если мы о нём не будем вспоминать, мы начнём согрешать. А без греха невозможно прожить. Но если мы забыли о Боге, мы забыли о том, кто нас может очистить. То, что я говорил перед этим. В любом случае придётся прибегать к этому. Да, предлагаю немножко пример привести, да, то, что мы говорим, постоянно грешим. Постоянно грешим. Ну, кто-то может подумать, да чего я грешу? Вот я сижу сейчас на диване, например, чем я тут грешу? Я там не блужу, не убиваю никого, не краду. Чем человек грешит? Что живёт в человеческом сердце? Ну, мы, к сожалению, настолько привыкли к греху, что мы его даже не видим. И вот бывают такие состояния души, когда съездишь в какое-нибудь святое место. Съездил в монастырь, некоторые там на Соловки, или на Святую гору Афон съездили, в паломничество куда-то съездили. И приезжает такой человек в свою квартиру, на работу, и ему сразу неуютно. Вот первое впечатление – ой, что-то как-то вот тут нечисто. Это многие делились, и я сам могу также подтвердить. Действительно, вот это ощущение, яркое ощущение такого некомфортного вокруг… Суета. Да, состояние есть. И здесь вот тот пример про человека, сидящего на диване, и ничего не делающего, казалось бы. А вот это уже грех. Он ничего не делает, значит, он время тратит впустую. То есть он о Боге не помнит, молитв не читает, своих грехов не вспоминает, не изменяет себя в лучшую сторону, а значит, изменяется в худшую сторону. Потому что естество человеческое, оно устроено так, оно все время в движении. Оно не может остановиться и законсервироваться. Жизнь, она не может стать консервной банкой. Ну, сделаем исключение для нашей передачи. Сейчас, надеюсь, все-таки людей подстегнем к покаянию. Нет, сейчас они как раз думают о покаянии, о Боге, о молитве. Сейчас как раз идет плодотворное делание. А вот если он просто сидит и смотрит, ну, не знаю, рекламу кино, он ничего не делает полезного. И это уже грех. Тем более футбол, когда один матч. А если взять футбол, то там, ну, или хоккей, или еще что-либо, ну, шахматы, например, то там уже азарт появляется. А это уже следующий грех. То есть мало того, что праздность, человек в праздности находится, а праздность – мать всех пороков. Есть такой, даже у русских такая поговорка. И праздностью мы все страдаем, без исключения. Даже молитва преподобного Ефира Масилия начинается, да? То есть спрашение именно «избави нас от праздности». Да, да, да. То есть мы настолько привыкли к этой праздности, что даже не считаем ее грехом. А это грех. А если сюда добавлять уже какие-то азартные вещи, то, ну, чем сейчас молодежь занимается? Они в игрушки играют, в компьютерные. Надо время, как они говорят, убить. Сама фраза, она просто жесточайшая фраза, просто коробит душу. Убить время, провести время. Как-то времени много, надо на что-то его потратить. На что тратят? На игрушки, на какие-то посиделки в этих самых соцсетях, еще на что-то? На пустоту. А то и еще хуже на осуждение, на какие-нибудь, может быть, там, другие греховные, так сказать, наклонности. То есть мы грешим. Даже вот просто сидя в квартире, в одиночестве, мы в интернет зашли и начали грешить. Даже не интернет, бывают люди, да, например, там, долго лежат, например, в постели. И о чем они думают? Да ни о чем. Мечтают, вспоминают какие-то вот... Или унывают. Прошлую жизнь, вспоминают, мечтают, что все это вернулось. Это же тоже все греховное получается. Конечно же. Первый мечтатель, первый фантазер был сатана. Он возмечтал, что будет выше Бога. К чему эта мечта его привела? К аду. Он попал в ад. Поэтому всякий мечтатель и фантазер, он, к сожалению, себе дорожку в ад выстилает своими мечтами. То есть то время, которое мы должны посвящать покаянию, да, и быть с Богом. Трудам. Трудам, да. Мы... Вот здесь надо, может быть, такое для себя выяснить, ну, может быть, открытие для некоторых, что мы можем трудиться не только физически. Вот сейчас я там уберусь, сейчас я там что-то прибью там молотком. Может быть, я там, не знаю, огород перекопаю, или там машину починю, или, не знаю, еще чего-то сделаю доброе. Посуду помою. Посуду помою, да. Нет, это внешнее делание. Более трудное, но также делание внутреннее. Когда я сижу и размышляю, так, а что я сделал хорошего, а что я сделал плохого. Когда я себя критически рассматриваю, это я внутри себя делаю уборку. Расставляю по полочкам все, что внутри, все, что я за этот день, там, или месяц, или год накопил, и с этим надо разбираться. Я всегда сравниваю вот людей, пришедших на исповедь. Я говорю, ну, как давно вы не приходили на исповедь? Они говорят, ну, там, год, там, кто-то там, месяц, кто-то там, полгода. Я говорю, ну, вот представьте, вы уборку как часто делаете у себя в квартире? Ну, там, раз в неделю, как правило, да. А кто-то там и чаще делает. Если много детей, то там надо каждый день уборку делать. Я говорю, а если вы полгода не будете уборку делать в квартире, что будет с вашей квартирой? Они говорят, ну, это просто бомжатник будет. Полгода? А если год? А если пять лет? Вот наша душа, наше внутреннее пространство, духовное пространство, оно тоже требует уборки. Храм Божий. Да. И это пространство может стать храмом Божиим, а может стать вертепом разбойников. Это в зависимости от того, что мы туда поместим. Мы все знаем, что нам дана свобода выбора, свобода воли. И что мы, до чего мы откроем свою душу, то там и поселится. Либо благодать Божия, либо бесовский дух. Да, я прошу прощения, мы с вами дальше продолжим, чем за полный день. А сейчас у нас есть первый дозвонивший телезритель. Пожалуйста, говорит, мы слушаем вас. Добрый вечер, батюшка, благословите. Бог благословит, добрый вечер. Почему вечер называется тайной? Спасибо, Господи. Спасибо за вопрос. Вечеря, тайная вечеря. Вопрос о ней сейчас был задан. Действительно, есть такой момент евангельского повествования, когда перед крестными мучениями, перед предательством Иуды, Господь собрал всех своих учеников в горнице, тайно от всех. Там были только 12 апостолов и Господь. И это была вечеря тайная, потому что они тайно там собрались. И на этой тайной вечере Господь их всех причастил. Это было первое причастие, когда он перед своими ближайшими учениками взял хлеб, благословил, преломил, сказал, это тело мое. Взял чашу с вином, благословил, сказал, это кровь моя нового завета. И сказал, вкушайте в память обо мне это. Тот, кто не вкушает тело и крови моей, жизни не имеет. Это слова из Евангелия. Ну и, наверное, от слова «таинство», да, то есть дальше пошло. Да, и так как это тайная вечеря, она была для ближайших учеников, и на ней было впервые естество хлеба и вина изменено в естество тела и крови Христовой, то это пошло дальше называться таинством. То есть таинственным образом изменилось естество хлеба и вина в естество божественной природы, к которым мы причащаемся и уже таинственным образом мы изменяемся, вкусив частичку тела и крови Христовой. Вот это таинство, оно и прошло с тайной вечерей. То есть первое причастие было там. Но для тех, кто считает, что причастие можно принимать как угодно, без всякой подготовки, это якобы там священники что-то напридумывали, вот среди 12 учеников был один ученик, апостол, который причастился так же, как и все другие, к которому Господь омыл ноги, на тайной вечере он и ноги омывал своим ученикам, и протирал их полотенцем. То есть он показал, как он их любит и насколько он смиренен, сам Господь. И как он относится к своим ученикам с любовью. Так вот, один из учеников, Иуда, после того, как он вкусил тело и крови Христовой, он в этот же момент, в Евангелии так сказано, в него вошел сатана, и он пошел предавать Господа за 30 сребреников. То есть к причастию надо готовиться правильно. Нельзя причастие принимать без подготовки, без должного устроения души. То есть мы не должны в суете и уж тем более в страстях каких-то, как вот Иуда, недуговав сребролюбием, омрачавшийся, и предал Господа. Вот это надо тоже понимать. Я специально, так сказать, отступил чуть-чуть по поводу причастия. Да, благодарим. Звонок, пожалуйста, звоните, задавайте еще свои вопросы. Мы с вами вернемся к нашей теме. Как с пользой для души наполнить свой день? Какой можно еще труд применять? Наверное, Евангелие читать. Множество есть внутреннего делания, полезного для души. Но первое – это самокритический разбор своих поступков, дел, мыслей, чувств, желаний. То есть бодрствование над своей душой и выстраивание правильного отношения к тем или иным поступкам, к тому или иному, каким образом. Сравнивая свои делания, свои мысли, чувства с мыслями, чувствами, деланиями Господа, апостолов, святых угодников. Как это сравнить? Естественно, прочитав Евангелие, мы знаем, какие были мысли у Господа, какие были мысли у апостолов. Прочитав «Житие святых», мы знаем, какие у них были мысли и желания, чувства. Для чего мы это читаем? Для того, чтобы внутри себя сравнить их мысли и наши мысли. И то, что, так сказать, не подходит, то, что разнится с нашей жизнью святых или апостолов, или Господа, мы должны это убрать из своей души. Это первое делание. Второе делание внутреннее – это размышления о Боге, размышления о промысле Божьем, размышления о устроении жизни человека и спасении человека в этом мире. То есть богомыслие называется. Это тоже внутреннее делание, на которое тоже нужно время выделять. Но человек деградирует, если он думает только, чего купить, чего одеть, куда сходить, с кем потусоваться. И то это, наверное, такие более-менее средние, суетные мысли. А бывает же, люди думают, кто кому-то что-то сказал не так, и вот они не спят из-за этого, переживают. Это уже грехи пошли, да. Я-то сказал, так сказать, самые простые грехи, которые мы не замечаем, даже не считаем их за грехи. А есть грехи более тяжелые – это осуждение, это обиды, это уныние, это робот. Не обязательно об этом кому-то рассказывать. Да, человек внутренний, все это варит, варит внутри. Он темнеет, даже лицо темнеет у такого человека. Потом гнев. Как нам кажется, а чего он такой злой-то? А он всю ночь думал о том, как его кто-то там что-то какое-то слово сказал, необдуманное случайно вылетевшее слово, а ему это слово так зацепило за сердце, что он потом разнос устроил всему коллективу. Вот это же тоже внутреннее делание, и на это тоже нужно время, силы тратить, чтобы это все вычистить из души. Ну и, конечно же, делание духовное – это чтение, то, что я сказал, святых писаний, поучения святых отцов, деяния апостольских, или, может быть, каких-то других книг духовной направленности. Для чего? Для познания того, как должно все быть. Но просто узнать и остановиться – это неправильно. Нужно узнать и приложить к себе. Нужно это использовать в своей жизни. Иначе, как человек, который имеет высшее образование, но не работает по этой профессии, он просто зря провел время, 5 лет в институте, получив какую-нибудь профессию электронщика, а работает сейчас поваром, например. Да мы так, наверное, все. Но, тем не менее, вот эти 5 лет прошли у него впустую. Вот то же самое и здесь. Если мы читаем, но не прилагаем к себе это все, не изменяемся под этот трафарет, который дал нам сам Господь, апостолы, ученики Его и святые отцы, мы зря тогда читаем. Мы много знаем, но ничего не делаем. Вот это тоже грех. Да, и, наверное, кроме того, хорошо бы взять, наверное, тетрадочку, да, листочки и записывать, потому что у нас мысль пришла и ушла. О чем мы там вспоминали-то? И уже не помню, о чем мы там думали, о чем каялись, да, там пройдет пару часиков. И желательно, конечно, проанализировать, наверное, свою жизнь, да, на бумажечке записать, а потом ее принести на исповедь. Действительно, я всем советую, приходящим на исповедь, всем советую приходить с бумажкой, на которой записаны, ну, такая шпаргалка, где записаны краткие те грехи, которые человек увидел в себе и хотел бы их снять со своей души на исповеди. Почему? Потому что есть, ну, естественная человеческая немощь – это забывчивость. То есть вот я помнил, помнил, раз, и что-то подошел, забыл. Ну, сказал, ну, не все. Потом вспомнил, ах, а уже из храма-то ушел. Чтобы не было этой забывчивости, сразу все это вот на бумажку излагаете. Кроме того, есть еще и действие бесовское, когда человек готовился, все помнил, все повторял, подходит, и вдруг какое-то вот такое наваждение бесовское, человек вообще все забыл. Это тоже есть. И чтобы этого не было, опять же, на бумажке все заранее готовьтесь. То есть мы таким образом подходим, можно сказать, скрупулезно к своему внутреннему миру, фиксируя все отрицательное, чтобы это все принести на исповедь и очистить душу от этого. Есть даже такое понятие, как генеральная исповедь, когда человек вспоминает всю свою жизнь с 7-летнего возраста, а именно с 7 лет человек начинает отвечать за свои грехи. Вот с 7-летнего возраста человек вспоминает свою жизнь, сидит и записывает там, вот там яблоки воровал у соседа, вот там я, значит, где-то в школе там... Да, что-то такое натворил, да, не знаю уж там кто чего во что гораст. Я там вот я маму или папу чем-то так расстроил, что они потом плакали там. Вот все это вот с детства надо. А не только, ну да, да вроде на этой неделе ничего не грешил. А раньше чего? Раньше-то тоже надо вычищать все. Почему только за неделю или только за месяц? За всю жизнь надо свою душу очистить. Поэтому это тоже внутреннее делание, которое не видно снаружи, но которое и дает очень большие плоды, духовные плоды. Ну, еще с вами примерчики разберем, да. То есть, ну вот, например, как истинный христианин, да, он всегда помнит о Боге. А мы большей частью думаем, что о нас подумают люди, как нам одеться, как нам выглядеть, что вот... Как мы будем выглядеть в глаза? Ну, это вот прям постоянно. То есть даже приходят, опять же, в храм молиться, но ногти накрашены там, значит, какие-то там глаза, что-то еще такие вот эти все женские, так сказать, моменты. Когда начинаешь им говорить, а зачем вы краситесь-то? Вы же не в театр, как минимум, да. Да и в театр нельзя краситься. Вообще краситься – это грех. Начнем с того. Но если в храм человек идет с накрашенными губами, ногтями, бровями и глазами, ну, это уже совсем ни в какие ворота не лезет, да. То есть мы совершенно забыли, что мы сотворены Богом такими, какие мы есть. И можно такую аналогию привести для понимания, да, почему этот грех. Ну, представьте, вот пришли вы на выставку, ну, допустим, Айвазовского, девятый вал, картина очень красивая, нравится всем. Рядом стоит Айвазовский сам, который нарисовал эту картину. Вы говорите, какое замечательное произведение, как вы хорошо все нарисовали, как мне все нравится. Потом берете краску, но я вот здесь подкрашу, и вот здесь исправлю вашу картину. Как Айвазовский к этому отнесется? Я думаю, он будет, ну, просто в шоке, да, от вашего поведения, потому что вы изменили творение при Творце, рядом стоящем. Вот когда вы себя красите, вы изменяете себя при Творце, при Господе. Господь вас так сотворил. А вы говорите, Господь, все хорошо, но вот я здесь подкрашу и тут исправлю. Как вы думаете, Господь к этому относится? Ну, по-моему, ответ однозначный, отрицательно. Поэтому ни в коем случае этого тоже нельзя упускать. Но это мы отвлеклись. Это почему? Потому что действительно наша показуха, мы живем в показухе, да, и вот этот внешний наш облик нас занимает очень сильно. Какие мы оденем там очки, или часы на руку какие оденем, или какие ботинки, какие там другие аксессуары будут у нас там, какие-то, может быть, сережки там. А сейчас куда-то в нос там, или, не знаю, еще какие пирсинги делают. Это вообще просто безумие. Это все показуха, и это все грех. Мы должны быть, конечно же, аккуратно одеты, конечно же, чисты, конечно же, в какой-то степени, конечно, красивы, но не вычурно красивы, не на показ, а для того, чтобы, во-первых, конечно, у нас и погода, и природа у нас не всегда, у нас холода бывает, мы должны соблюдать и тепловой режим, но и одеваться на показ мы тоже не должны. Это тщеславие. Чем ярче я одеваюсь, тем более я тщеславен. Тут надо это тоже понимать. Да, христианин истинный, помнит о смерти, чтобы не согрешить, а мы боимся, убегаем, даже мысли боимся, что, например, ночью наша душа уйдет. Вот сколько раз я слышал эту фразу, да чего о плохом говорить, не будем о плохом говорить, не надо, это все, что о смерти, давайте поговорим о хорошем, о чем-нибудь отвлеченном, о каких-то поездках куда-нибудь, о каких-то там интересных делах человеческих. Но дело не в том, что хорошо или что плохо, дело в том, что актуально или неактуально в нашей жизни, а смерть, она, ну, это самое актуальное, что у нас в жизни есть. Хотим мы, не хотим, но цель нашей жизни – это смерть. Мы все равно умрем. Чуть раньше, чуть позже. Будем прикладывать усилия, отодвигать ее всеми силами, но она все равно к нам придет. Поэтому не думать о смерти, не готовиться к ней – это все равно, что студенту не думать об экзамене и не готовиться к экзамену. Ну, раз так можно? Конечно же, это неразумие. Такой студент, он вылетит просто из института. Как и человек, не готовящийся к переходу из этого мира, он забирается Господом из этой жизни, потому что он живет только для грехов. Он не готовится к экзамену. И как прогульщик выгоняется из института, так человек, не готовящийся к экзамену, ему сокращается жизнь. Это фраза из Священного Писания. Для этого, кстати, надо Писание читать, чтобы знать все эти духовные законы. Господь просто ясно говорит, смиренному посылаю свою благодать, гордому противлюсь. Грешнику жизнь убавлю, праведнику жизнь прибавлю. Это слова из Священного Писания. И если вы хотите знать эти законы, так изучите. Это же все легко открыл, почитал, узнал. Но просто изучить недостаточно. Надо их и соблюдать. Тогда они будут действовать в вашей жизни и помогать вам жить безбедно. Церковь нам предписывает посты и воздержанную жизнь, а мы живем по своим прихотям и не по правилам церкви. К сожалению, да. К церкви сейчас вообще отношение очень двоякое, да, скажем так. То есть есть люди, которые в церковь входят и несут послушание и даже живут ради церкви, да, ну, там, священники, там, те, кто, там, на клиросе, тем, алтарники верующие, да. Вот, ну, многие мне говорят, батюшка, я не знаю, как бы я без церкви мог прожить вообще. Это бессмысленная жизнь. Это одна точка зрения. А есть другая точка зрения. Да церковь, что там ходить-то? Бог у меня в душе, да и все, и достаточно. Я вот сразу же в догонку этому человеку спрашиваю, откуда он в душе-то у тебя, дорогой? Вот с чего ты решил, что Бог у тебя в душе? Ну, ты же знаешь, что Бог там, где нечисто, не живет. А у тебя куча грехов. Ты сделал аборт, и ты там пил, гулял, кутил, блудил, воровал, матом ругался, не знаю, там, сколько жён поменял, там, или мужей, там, детей, там, может быть, бросил. Курил, там, может, наркотики употреблял, кого-то с кем-то дрался. Но огромное количество грехов. Откуда там Бог-то в такой душе? Там кроме бесов нет никого. Поэтому вот это самоуспокоение, Бог у меня в душе, но это совершенно неразумное детское совершенно восприятие. Я вот так смягчу. Ну, у нас образ Божий в каждом из нас, да, живёт. Но у нас толстым словом грязи покрытым, а сверху немножко пылью, чтобы было не так вот страшно нам оказалось. Вот есть разница между образом Божиим, который в каждом запечатлён, и Богом. Ну, есть фотографии человека, есть сам человек. Есть разница, да? Вот образ Божий – это отпечаток божественной личности в нашей душе. А когда Бог живёт в нас, это совсем другое. А вот вернёмся к началу передачи. В начале передачи вы сказали, что в каждом из нас живёт Бог, и мы бы даже не смогли дышать. Бог каждого из нас животворит, я сказал. Он присутствует в каждом из нас своей животворной силой. Но своей личностью, если есть личность у человека, то у Бога уж тем более есть личность. Неужели Бог не имеет того, чего имеет человек? Конечно же, всё у него есть. Поэтому, мало того, мы знаем о трёх лицах Святой Троицы. Бог в трёх лицах един. То есть три личности – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Вот Троица не живёт в греховных людях. Она даёт ему животворящую силу. Она попускает им творить свои грешные дела. Но она от них отворачивается. Господь не входит в душу. Потому что откуда я... Это же не фантазия моя. Мы читаем в Священном Писании. В Евангелии Господь говорит о чём? Что тот, кто меня любит, тот исполнит мои заповеди. Тот, кто исполнит мои заповеди, к тому я и Отец придём, и Дух Святой, и сотворим у Него обитель. Придём к Нему, к тому, кто творит мои заповеди. Значит, ну если придём, значит, тот, кто не творит заповеди, они ещё не пришли явно, да? Ну, судя по тексту. Вот из этого это рассуждение проистекает. У нас есть звонок. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. У меня вот такой вопрос. Почему верующие всегда говорят с праздником? И какую роль играют церковные праздники в жизни людей? Спасибо. Благодарю вас. Да. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, мы... Вот в миру принято здороваться, да. Здравствуйте, добрый день. А в церкви принято вместо «здравствуйте» говорить с праздником. Почему? Во-первых, каждый день, который мы проживаем, это праздник. То есть Господь нас не забрал, мы не умерли, мы живы. Мы продолжаем жить в этом мире, значит, есть возможность исправиться и спастись. Это праздник. Во-вторых, каждый день церковь празднует память кого-либо из святых, которые в этот день умерли, или были обретены их святые мощи, или рождение было, там, Николай Угодник, например, или преподобный Сергий Радонежский, или Иоанн Претеча Рождества, или там усикновение главы, или обретение главы Иоанна Претеча. Таких праздников огромное количество, и они распределены по всем дням всего года. Поэтому, конечно же, мы совершенно не ошибемся, что каждый день празднуем память мучеников, которых тысячами убивали за эти две тысячи лет. Каждый день там сотни, а то и более мучеников есть, убитых в этот день за Христа. Мы празднуем память преподобных, которые всю свою жизнь посвятили Господу, и каждый день есть какой-то из преподобных, который в этот день отошел ко Господу. Мы празднуем другие, там есть двунадесятые праздники, связанные с жизнью Господа, Богородицы. Поэтому и говорим с праздником. То есть у нас для этого масса таких доводов, чтобы поздравить человека с праздником. Да, про вторую часть вопроса мы сейчас немножко позже. Например, церковный праздник, как роль играет. А вот праздность и праздник вроде корень один. В чем разница? Да, все от праздника. Только есть праздник тела, а есть праздник души. Да, вот я говорю сейчас о празднике души, а праздность – это праздник тела, а про душу там человек забыл совершенно. Что в праздности человек делает? Ничего. Просто… То есть отнимая от тела, мы даем душе. Да, так святые водники так всегда и говорили. То, что я у тела отнимаю, то я добавляю душе. И наоборот, то, что я у души отнимаю, вот тогда я тело это добавляю. То есть если он лежит на диване, тот самый пример из начала нашей передачи, там с пивом, там с чипсами, ну там что, там одно тело, там просто пожиратель еды и больше ничего. Ну вот людям, да, которые часто не спят по ночам, да, не спится, говорят, надо вот, можно порекомендовать псалтирь почитать, да? Ой, сразу заснут. Вот такое лекарство от бессонницы. Берите, читайте псалтирь. Прочитайте одну-две кофизмы и уснёте сном младенца. Почему? Потому что бесы вам не дадут читать псалтирь, они вас усыпят. Вот, а так они вам, они же вам не дают спать, чтобы вас ввести вот в такое состояние духовного уныния, тоски, печали, или, может быть, раздражённости, или вот, ну в любом случае, или ропота, вот в любом случае нездоровое состояние души от бесов. А почитайте псалтирь, будете спать тихо и спокойно. Да, как у святых отцов спрашивали, да, как они научились в молитве? Они сказали, нас в молитве бесы научили. Да, да, потому что они за семь с половиной тысяч лет своего существования, уже стольких людей научились и погублять, и как-то обманывать, что у них этих способов, сценариев, так сказать, для нашего погубления духовного огромное количество. Они к нам прикладывают, прикладывают, это не подошло. Знаете, как рыбак, он насадил одну наживку на крючок, а не клюёт. Поменял наживку, опять не клюёт, и следующая наживка. Вот так и лукавый поступает к каждому из нас, он наживки меняет, и кому-то эта наживка подошла, кому-то там объедение, кому-то пьянство, кому-то блуд, кому-то осуждение, кому-то уныние. Каждому своя наживка. Да, ну, наша борьба как раз нам только подкидывает бесы, да, искушение, мы должны браться как раз за молитву, вспоминать в это время о Боге. Да, это тренеры, можно так сказать. Знаете, как вот пришёл в спортзал, тебе тренер только и грузит. Вот тебе штанга, вот тебе отжимания, вот тебе там подтягивания, или там километры давай бегай. Ну, что же он так издевается надо мной? Но ты за счёт этого тренируешься и достигаешь каких-то успехов в физической силе. Вот здесь духовные силы, чтобы достичь успехов, нужно тоже перебарывать себя и беса, который также пытается, как тренер, нам показать, а вот здесь ты слабенький, а вот здесь надо, а вот тут вот я попытаюсь тебя обмануть, а вот здесь я попытаюсь тебя поймать. А ты это всё от себя отвергая, ты учишься духовной премудрости, и, значит, духовно возрастаешь. Вторая часть вопроса, да, роль в жизни людей церковные праздники. Что они значат? Ну, для жизни человека церковные праздники, наверное, они являются основными праздниками, потому что они говорят о том, каким образом Господь нас спасает. Потому что они говорят, что будет в дальнейшем с нами, потому что они показывают нам судьбы других людей, на опыте которых мы можем совершенно спокойно жить и использовать их опыт, ну, не изобретая велосипеды, да, того самого. Это бесценный кладезь премудрости, спасительной премудрости и даров Божьих, потому что каждый праздник, если человек в нём участвует, то в этот праздник, как добрый родитель, а Господь является Отцом Небесным, он обязательно каждого из нас одаривает чем-то. Естественно, если человек пришёл на праздник, он без подарка не уходит. Если мы празднуем какие-то праздники церковные, мы обязательно одариваемся Господом или Святыми, или Богородицей, ну, в зависимости от того, чей праздник, обязательно одариваемся духовными дарами. Если вы хотите быть вот облагодетельственны, участвуйте в праздниках церковных, они не просто так, не случайны, они действительно дают нам всем и поддержку, и укрепление. У нас ещё звонок, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Батюшка, здравствуйте, Галина, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот Великий пост сейчас идёт, и проводится соборование. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Спасибо большое. Благодарим вас. Спасибо за вопрос. Да, очень так, ну, вовремя. Актуально. Да, актуальный вопрос, потому что действительно есть одно из семи таинств церковных, соборование, которое очень важно для человеческой души. Вот мы сейчас говорили, как очищать душу своими какими-то деяниями, какими-то поступками, душу стараться укрепить и просить у Бога очищения. Так вот, через таинство исповеди мы снимаем с души грехи, которые мы помним, которые мы совершили, и они вот как гвоздь торчат у нас, и совесть нас обличает, и думаем, вот как же болит, зачем я это сделал? И в итоге мы идём на исповедь, его исповедуем, и он снимается с нашей души, но душа успокаивается. И что самое важное, ещё и в вечности этот грех уже не поменётся пред Господом, и на матарствах этого греха не будет в книге нашей жизни записано. Но есть такие грехи, которые мы не помним. Мы их просто забыли, ну, действительно, там, в детстве, или там, в юности, или, может быть, действительно, там, вчера я где-то толкнул, ну, не знаю, в автобусе кого-то там случайно, и даже не заметил этого, но для этого человека это было очень болезненно, и он потом, может быть, озлобился, или ещё что-то, а я не заметил, и поэтому и не помню этого греха. Как снять этот грех? Господь, зная наши немощи, памяти нашей, нашей слабой совести, которая не даёт нам возможности помнить все грехи, Он дал ещё одно таинство, кроме таинства исповеди, ещё таинство соборования, которое снимает с нас грехи, забытые, и через это очищает нашу душу. Таинственным образом, как и любое таинство, изменяет нашу душу в вечности. Поэтому всех призываю это таинство соборования, ну, хотя бы раз в год проходить. Вот раньше была традиция в Российской империи во время Великого Поста собороваться. Если пожелаете, у нас в это воскресенье будет соборование в монастыре, можете приехать, и пособороваться. И дальше каждое воскресенье будут соборования до конца поста. Поэтому всех приглашаю обязательно это совершить и по традиции, и по необходимости, потому что нужно душу облегчать. А можно не собороваться без исповеди? То есть, ну так, сокрыть и пойти вот... Можно, потому что снимутся только те грехи, которые мы забыли. А те грехи, которые мы помним, не снимает соборование. Те грехи, которые мы помним, их придется все равно на исповеди сказать. То есть даже, может быть, такое, как грех, будет лукавство. Как ты не лукавь, да, все равно тебе придется рассказать грех, все равно совесть будет обличать, все равно Господь будет на него своим перстом указывать, вот этот грех расскажи на исповеди. То есть, в любом случае, соборование без исповеди допускается. Причастие без исповеди не допускается. Да, но вообще, да, вот это лукавство, оно всем подвержено, да, то есть мы все время себя оправдываем в своих мыслях. То есть, Господь говорит, истинные христиане, они не лгут во всем, да, до мельчайших подробностей. А мы все-таки стараемся где-то преувеличить. Если нас похвалят, мы об этом обязательно кому-то расскажем. Ну, есть такое сравнение, знаете, вот бинокль, если смотришь в него, как нужно смотреть, то он увеличивает, а если его перевернуть, то он уменьшает. Вот мы на себя смотрим с обратной стороны, мы уменьшаем все наши поступки, у нас все, вот никаких грехов нет. Ну, если есть, то мелочь какая-то такая, незаметная. А вот когда ближний что-то делает, мы раз, переворачиваем бинокль и сразу увеличиваем все это, раздуваем из мухи слона делаем. Вот надо, наоборот, надо к себе нормально, с увеличением относиться со своими грехами, разглядывать их внимательнее и как можно больше видеть их. А вот к другим их надо уменьшать. У нас осталась всего одна минуточка. Вопрос такой, уточнение. Соборование, если вот приехать, во сколько примерно подъезжать надо людям? У нас по воскресеньям в 9 утра ночная с литургия, где-то часам к 11 она заканчивается. И по окончании литургии будет соборование. То есть где-то пол 11, в 11 надо приехать. Это чтобы пособороваться. Да, все благодарю вас, Отец Имени, что вы к нам сегодня приехали. Приезжайте еще. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok